Для Анастасии Пентелюк театр – это второй дом. Она актриса и преподаватель актёрского мастерства. Из своего родного дома в Одессе девушке пришлось бежать из-за войны. Теперь она в Берлине и хочет поскорее найти работу по профессии. И экономически важно, и эмоционально, конечно. Потому что жизнь продолжается, и мне хочется быстрее адаптироваться, быстрее интегрироваться, быть полезной, находить для себя что-то новое. Интересно изучать язык, изучать культуру, развиваться в профессии. Анастасия уже оформила все документы для нахождения в Германии. Теперь она учит немецкий и рассылает резюме. Её мечта – вести уроки актёрского мастерства для детей. Отправляла резюме, пока в ожидании ответов, это длительный процесс в Германии. Но я пока ориентируюсь только на русско-украинскоговорящее население, потому что мне недостаточно немецкого языка, чтобы прийти работать в немецкую школу. Но, тем не менее, я приходила уже в немецкую школу. Вот сейчас просто пасхальные каникулы. 28 апреля я должна прийти на знакомство в одну из частных немецких берлинских школ и познакомиться с детьми, провести занятия по актёрскому мастерству. В свободное от поисков работы время Анастасии следует Берлин. И его театры. Например, этот небольшой театр в Вединге. Его владелец, Оливер Тауторат, предоставил площадку для актёров из Украины. Как раз сейчас они работают над спектаклем для украинских детей. А Оливер ищет деньги на их гонорары. Я не хочу, чтобы артисты, которые бежали из своей страны, думали, что они тут будут работать бесплатно. Для меня важно, что труд артистов, актёров должен достойно оплачиваться. Поэтому мы пытаемся найти деньги на их гонорары через местные власти. Всего в Германии зарегистрировано более 360 тысяч беженцев из Украины. Многие из них, вероятно, останутся здесь надолго. К этому готовятся и в Министерстве труда Германии. Ведь ключевой момент интеграции – это трудоустройство. Я хочу чётко заявить, мы рассматриваем приезжающих сюда людей не как рабочих, а как людей, нуждающихся в защите. Это вопрос гуманности. Мы должны обращаться с ними справедливо и достойно, после всех страданий и травм, с которыми им пришлось столкнуться. Но также разумно сделать для них возможным немедленный доступ к рынку труда на законных основаниях. Но при этом немецкие компании не должны пользоваться положением и нанимать украинских беженцев как дешёвую рабочую силу. Об этом предостерегли в одном из немецких профсоюзов. С этим согласен и Йоханнес Райхольд из Гамбурга. Он консультирует приезжих из Украины по вопросам трудоустройства в Германии. Мы видели это на примере других волн миграции. Мы знаем, как это работает, что много предложений работы распространяются в соцсетях, во Вконтакте, в Фейсбуке, Телеграме. Они звучат очень заманчиво, и люди соглашаются на них. А потом оказывается, что там нет рабочего контракта, нет отпуска и так далее. И всё вроде хорошо, пока вам в один день не перестают платить зарплату. Чтобы не попасться в такую ловушку, соискатели должны знать об условиях труда, зарплате и своих правах в Германии. «Ни в коем случае не стоит подписывать документы, которые вы не читали», – рассказывает Райхольд. Он и его коллеги отвечают на несколько десятков вопросов в день и ожидают, что потребность в подобных консультациях будет только расти. На одну из таких консультаций ходила и Анастасия. Самый главный вопрос для неё, как и для многих украинцев, – признание диплома. Согласно опросу Министерства образования Германии, у 73% беженцев из Украины есть высшее образование. Мы узнавали по поводу признания своих дипломов, так как я знаю, что моя профессия регулируемая в Германии, её просто так нельзя подтвердить. И мне шагово всё рассказали, куда мне обратиться со своим дипломом, как сделать сначала сверку этого диплома до момента, пока я не пойду учиться и не смогу полноценно подтвердить свой диплом, сдать экзамен по профессии, сдать экзамен по языку. Анастасия верит, что сможет найти интересную работу в Германии. А после войны, по возвращении в Украину, использовать этот опыт и там. Субтитры создавал DimaTorzok